Привет, друзья! Наверняка почти все, кто зарабатывает на YouTube через сервис контекстной рекламы AdSense, а также через другие сервисы, обратили внимание, что с конца декабря прошлого года и начала января 2018-го их доходы резко упали. То есть, вроде как количество просмотров осталось прежним, но начисление долларов за просмотры видео упало в 3, а то и 4 раза. Почему так произошло? Прежде всего, давайте не будем паниковать и попробуем разобраться, что же случилось с YouTube. Почему так резко упали наши доходы и сколько это еще продлится? Что делать в ближайшее время? Итак, на многих каналах в YouTube наблюдается одна и та же картина, и мой канал, скажу сразу, что это не раскрученный и не топовый канал, но тем не менее приносящий мне, пусть и скромный, но постоянный пассивный доход, тоже не стал исключением. Например, в ноябре и почти весь декабрь доход был примерно стабильным и составлял в среднем около 6-7 долларов в день. Даже было несколько дней, когда за сутки мне начислялось 12-15 долларов. И что мы наблюдаем сейчас? Смотрим. 11 декабря 2017 года. Почти 7 долларов. Далее. 12 число. 7,43. 13 число. 8 долларов. Далее. 14. 7 долларов. 15 число. 7 долларов. 17 число. Почти 7 долларов. 18 число. 11 долларов 74 цента. 19 числа доход составил 15 долларов. Далее. Резкий спад за один день. 20 декабря доход 6 долларов. 21 число 5,6 долларов. 22 число 6 долларов. Далее. 5,40. 5,27. Менее 5 долларов. Небольшой подъем 6,36. 7,7 долларов. 6,4 доллара. 29 числа. 8,5 долларов. И далее у нас идет спад. 30 числа 6,4 доллара. 31,5. 5,75. И вот здесь, внимание, начало января. Первое число. 3,32 доллара. Второе число. 2,46 доллара. Третье число. 2,91 доллара. Давайте разбираться. Почему же так произошло? Обо всем по порядку. Это выдержка из рассылки одной из партнерских сетей YouTube Air. Какую важную информацию мы можем узнать из этой выпишки? А узнать мы можем следующее. Что в рекламном бизнесе именно январь принято считать мертвым месяцем. Что вполне логично и закономерно. Потому что большие объемы рекламных бюджетов уже израсходованы на новогоднюю рекламу. Потому что в начале года огромная часть целевой аудитории коммерчески неактивна. Покупок совершается очень мало. Многие из магазинов, компании попросту закрыты. Потому что сами рекламодатели в этот период также практически неактивны. YouTube это такой же рынок, сродни другим рынком. Поэтому такую ситуацию мы наблюдаем из года в год на всех каналах. Она продлится приблизительно до начала середины февраля. После чего следует ожидать постепенный рост доходов. Как видите друзья, ничего необычного и страшного здесь нет. Примерно так же отвечает и официальная поддержка YouTube. Именно таковы причины падения доходов на наших каналах. И ничего здесь не поделаешь. Таковы законы рынка. Инструкция на тему, что делать в ближайшие месяц-два, пока уровень доходов будет стабильно низкий. Прежде всего не расстраиваемся и продолжаем работать, записывать и монтировать видео. Лично от себя я бы посоветовал вам пока что придержать размещение тех видео, которые вы считаете перспективными и возлагаете на них надежды. Потому что если вы зальете их сейчас, то они не принесут ожидаемо высокого дохода, даже при большом количестве просмотров, в связи с тем, что реклама сейчас дешевая. Не публикуйте пока такие видео, а придержите их до тех пор, пока не выравняется цена коммерческих воспроизведений до среднегодового уровня, и вы сможете заработать на них гораздо больше. В общем, друзья, еще раз призываю никого не паниковать и успокоиться. Возможно, что в январе некоторым и придется затянуть пояса потуже, но уже в феврале будем ждать постепенного возвращения финансовой стабильности на наши каналы. Спасибо за просмотр, желаю всем удачи. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Пока!